Приближается самый добрый семейный праздник. Предновогодняя пора – это время чудес, время, когда в волшебство верят не только дети, но и взрослые. В следующем материале мы расскажем, как приложить руку к созданию сказки и помочь сделать кого-то счастливее. Куклы, роликовые коньки, грузовики, лыжи и даже вигвам. Все эти подарки ждут маленьких мечтателей, которые написали самые сокровенные желания в своих письмах Деду Морозу. Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» – это настоящее чудо для тех детей, кому в силу жизненных обстоятельств необходимо сохранять веру в новогоднюю сказку. На сегодняшний день у нас 113 писем от детей. И на все 113 заявочек нашлись благотворители, которые это желание новогодних детей осуществляют. Естественно, письма поступают еще и до конца года. Мы всегда говорим о том, что первоначально мы рассматриваем особо сложные ситуации. То есть детишки, которые по ряду причин лишены такой возможности. Поэтому осуществляем мечты в первую очередь, конечно, их. Помощники Деда Мороза, предприниматели, органы власти, организации «Просто неравнодушные граждане» осуществляют детские мечты с максимальной точностью. Но сотрудники комплексного центра социального обслуживания с радостью принимают и те подарки, которые принесли не по заявке, а просто так, от чистого сердца. Настолько много просто по-человечески добрых людей в нашем округе. Это всегда радует, потому что сделать чудо, да еще ребенку, который в этом нуждается, я считаю, что это какая-то высокая нравственная, наверное, ответственность. Подарить праздничное настроение ветеранам Великой Отечественной войны и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно, приняв участие в акции волонтеров Победы «Подарок от сердца». Это самодельные открыточки, может быть, не знаю, поделки какие-нибудь. В прошлом году нам ребята из третьей школы прям елочки такие большие, объемные делали, очень красиво было ветераны, прям в восторге от них были. Ну что-то такое, что вот прям от сердца, то есть ты делаешь своими руками, и, соответственно, ты что-то туда вкладываешь, в этот подарок. Но дарить можно не только что-то осязаемое. Порой самый дорогой подарок – это яркие положительные эмоции. Так многие предприниматели города проводят благотворительные мероприятия для подопечных Центра содействия семейному устройству «Наш Дом». Ну у нас в округе вообще один такой социальный объект, и можно сказать, что на регулярной основе нас приглашают куда-то различные организации, различные учреждения. Вообще каждый рад, каждый в округе, наверное, каждая организация, у которой есть возможность, она рада нам помочь, с удовольствием помогает, зовет наших детей активно принимать участие и за это, соответственно, поощряет. Мы им за это тоже очень благодарны. Присоединиться к волшебникам может любой предприниматель, вне зависимости от направленности своего дела. Главное – делать это от чистого сердца. На внутреннем каком-то состоянии, когда у тебя что-то есть, тебе как-то хочется этим, ну, как бы делиться. И, соответственно, мы подумали, что почему бы не собрать группу, для которой мы проведем игру. То есть, как бы, и ребята попробуют, что это такое, и нам, как бы, на внутреннем уровне как-то хорошо. Недавно в нашем городе появились больничные доброклоуны. Они приходят к тем, кому необходим позитивный настрой. Дети и взрослые с особенностями здоровья, одинокие люди счастливы таким гостям. А накануне Нового года доброклоуны поздравляют с наступающими праздниками и передают памятные подарки, сделанные учащимися школ города. Самый главный позитив – доброта. И, скорее всего, что, может быть, в сердце тоже какой-то отклик найдется у того человека, к которому мы приходим. Я думаю, что это самое главное, конечно, хорошее настроение. Творить добро несложно. А иногда достаточно просто уделить время, обнять и сказать добрые слова человеку, который в этом нуждается. И, может быть, именно это станет для него настоящим новогодним чудом. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север».